Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Огромное спасибо, что заглянули. И тут я вспоминаю, что я не сделала обложку. Обычно я просто встаю вот так. И потом просто вырезаю из видео кадры, которые получились, и делаю из них обложку. Делаю лицо более таким, знаете, мультяшным, чтобы все смотрелось гармонично. И, кстати, все свои обложки я делаю самостоятельно. Так, что у нас на сегодня? Мое самое любимое блюдо, которое я готова кушать прям каждый день, но не учитывая роллы, конечно. Это у нас макароны с тушенкой. С детства я обожаю и покупаю прям самую дорогую, хорошую тушенку. Получается безумно вкусно. Еще бульон тоже я залила сюда. Это просто невероятно. Еще также приготовила закуску. Очень простое. Здесь яйцо, свекла, сыр и селедка. Консервированная селедка, получается безумно вкусно. В общем, приятного аппетита всем тем, кто кушает. Здесь у нас кофе. Мозг у меня тормозит, потому что я голодная, никак не могу. Оливки у нас здесь, корнишоны и также персик, то есть нектарин, точнее говоря. Приятного аппетита всем, кто кушает. Тушенка – это деликатес моего детства. В моем детстве отец работал на железной дороге проводником. Мама всегда покупала тушенку и оставляла ему на дорогу. У нас дома всегда была тушенка, которую нельзя было кушать. Мама готовила суп из мяса, похожий на тушенку. Но это не было настолько вкусно, как тушенка. Мы постоянно с братом умоляли маму открыть тушенку. Мама говорит, да приготовила я вам такой же суп. А тушенка была вкуснее, честно. Я не знаю, запретный плод был сладок тогда. Или действительно было просто вкуснее. И папа тоже нас приподрял. Говорю, была бы у меня возможность каждый день кушать стрипню вашей мамы. В жизни бы не стал кушать эту тушенку. Теперь я выросла. Могу себе позволить. Но она до сих пор такая же вкусная. Наверное, они добавляют сюда какие-то усилители вкуса. Иначе я просто не могу объяснить, почему так вкусно. Вчера увиделись с подружками. Я, кстати, сняла влог. Причем я его начала снимать спонтанно. Мы увиделись. Пошли сначала в ресторан. Нам там ничего не понравилось. Точнее, одна из подружек сказала, что в этом ресторане очень некачественное масло и все жареное блюдо заказывать не стоит. И тут меня осенило. Я говорю, давайте пойдем покушаем суши. Как будто дома я их не ем. И мы пошли, сходили в рейстик, покушали суши. Вышли, потом решили пойти где-то попить чай. Здесь у нас как будто традиция. Покушали, надо пойти в следующее заведение, там уже пить чай. В общем, все влоги, которые я снимаю для азербайджанского канала, я буду для вас сюда кидать, переводя. Как просто дополнительный материал, так скажем. Не то, что эти видео заменят для вас мукбанки. Я понимаю, что аудитория здесь очень любит именно мукбанки. Это будет просто как дополнение. Перевести один влог у меня уходит где-то полтора часа, иногда два. В зависимости от длины влога. И просто многие заходят на мой азербайджанский канал и жалуются, почему нет субтитров. Я могу там поставить субтитры, но это безумно неудобно сидеть там, вычитывать внизу. Я сама, признаюсь честно, ни один канал, даже канал моего любимого блогера, не буду смотреть с субтитрами. Это ужасно неудобно. Поэтому просто после публикации влогов на моем азербайджанском канале я буду их переводить и публиковать здесь тоже. Кому интересно, тот посмотрит. Кому не интересно, пройдет мимо, будет ждать дальше мукбанка. Ой, как же это вкусно. Прям мясо тает во рту. Без преувеличения. Буду также кидать для вас сюда распаковки тему. Я раньше думала, что в России люди могут заказать, тему оказывается нет. Просто внутри этих влогов уже есть распаковки тему. Меня смотрят не только Россия, но и другие страны, в которых можно заказать. Некоторые мне еще пишут, сколько можно заказывать. Вы идете в супермаркет и покупаете все, что вам нужно. И то же самое, сколько можно жрать. Меня реально очень раздражают эти комментарии. Сколько можно чавкать? Да хватит жрать. То, что вы едете, не видят люди. А то, что я ем, это все запечатлено. И кажется, что я много ем. Это бросается в глаза. Мне даже, знаете, мама. Мама у нас лет где-то 15 хочет похудеть, и у нее все никак не получается. И мама мне постоянно говорит, я так мало ем, я не могу похудеть. Я ей говорю, с чего ты вообще взяла, что ты мало ешь? И она действительно ест немало. Просто почему-то люди то, что сами едят, они как бы это не видят. Но они видят, как едят другие. То же самое с шапоголизмом. У меня есть вещи, например, вот это вот боди. Я не знаю, вы смотрели мой канал в тот период или нет. Это боди я купила где-то 6 лет назад. у Нью-Йоркеля. Я его ношу до сих пор. Я как бы не модный эксперт, не стилист. Мой блог не о моде, чтобы, например, что-то не актуально, я не могу это одеть. У меня же контент совсем о другом. Поэтому иногда вещи, которые я покупаю, я могу носить очень долго. Может, даже не каждый день, например, я купила. Вы видите, что я не ношу. Потом проходит немножко время, и я начинаю носить. Однажды я с Трэнд Йоу заказала мыло для рук. Самое обычное жидкое мыло. Раньше выплатили за доставку просто фиксированную стоимость небольшую, а сейчас все поменялось. Теперь в зависимости от посылки стоимость доставки меняется. Но это, с одной стороны, честно. но раньше такого не было. Я просто, знаете, по полной пользовалась этим. Прямо насколько это возможно. Я купила огромный сет с жидким мылом, и оно такое классное. Я просто с удовольствием пользуюсь этим мылом. Мне кажется, года два у меня мыло есть. В деревню мы пошли попить чаю у соседки и решили с пустыми руками не идти. Там полотенце положили, коробку конфет, жидкое мыло, там что такое, фен, в общем, с чем-то. У нас вообще так принято. С пустыми руками по гостям не ходят. Вот. То есть, например, не было бы этого мыла, я пошла бы в супермаркете и его купила. Купила бы дороже и хуже качества. То есть, например, мне что-то нравится, я заказываю много, но это не значит, что на следующий день я все это выбрасываю. или не пользуюсь. Все, что я покупаю, я обязательно использую. Вот люди начинают мне писать, куда тебе столько? Что значит куда? Куда? Вкуснитесь. Еще я заранее извиняюсь, если дальше мугвангах, у меня будет не очень аккуратная прическа. Дело в том, что я начала замечать, что у меня волосы, особенно кончики, стали безумно сухими, а все потому, что каждый раз, когда я выхожу из дома, я делаю либо кудри, либо выпрямляю, либо просто феном сужу, а просто, когда я нахожусь дома и снимаю для вас мугбанки, я просто вот голову чисто поливаю лаком для волос. Меня просто безумно раздражают волосики, которые вот так вот торчат, и чтобы это смотрелось как-то аккуратно зализано, волосик, к волосюшке. Я использую все эти атрибуты, но я замечаю, что качество моих волос ухудшается, поэтому в какой-то период я решила от этого всего избавиться. Несмотря на то, что у меня длинные волосы, по идее, я волосы не отращиваю. Я прям очень хочу заняться качеством волос. пока что пожалуй снимать для вас контент по этому поводу не буду. Если останусь довольна где-то через полгода, если мне все будет нравиться, сниму для вас видео и оставлю ссылочку. Зарабатываю ли я что-то с этих ссылок? Люди, которые подписаны на моем инстаграме и не могут заказать например стран Йол, некоторых раздражает, что я слишком часто выкладываю эти ссылки. Признаюсь честно, не так много, но каждый раз, когда человек покупает по моей ссылке, мне тоже падает копеечка. Но тут знаете дело в чем? Дело в том, что я всегда рекомендую очень выгодные позиции, например кофе. Тот же Якобс, который в супермаркете у нас стоит 15 монат. Я оставлю ссылочку, и то есть вы сами можете убедиться, потому что там указаны цены, вы можете конвертировать в гугле и посмотреть насколько там бюджетно. То есть я там ищу тачу свое время, нахожу выгодные позиции, которые намного дешевле, нежели у нас здесь. У официальных продавцов 100% оригинал, ставлю ссылку. То есть я не ставлю что попало, я ставлю именно то, что выгодно. У меня есть аромат Versace Versace и на официальной странице Versace на Trendyoli этот аромат стоил в 2 раза дешевле, нежели у нас здесь. Покупатель просто не тратит свое время, постоянно не лазит там, не находит скидочные товары. Я в свою очередь каждый раз, когда показываю что-то полезное, люди это заказывают и мне как бы капает денежка. Вот так вот. Вкуснотища. Обожаю кофе, просто подсел, даже хочу себе купить кофемашину. На этом, пожалуй, все. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Завтра вас ждет 2 видео. По покинскому времени в 12 выйдет Мукбанг и вечером выйдет влог. Берегите себя, не забывайте подписываться. Пока!